Каждый день мы ходим по улицам города, в котором живем, и принимаем его архитектуру как данность. Мы не задумываемся об истории окружающих нас зданий. Так, оказывается, на улицах Москвы есть сооружения, так или иначе связанные с жизнью немецкого народа в России. О четырех таких местах мы хотели бы рассказать. На Октябрьском поле находится комплекс зданий, который с первого взгляда совсем не приметен. Однако, если войти во двор, то понимаешь, что дома сильно отличаются от своих соседей. Что же в них особенного? Бытует легенда, что дома на Октябрьском поле были построены пленными солдатами вермахта в послевоенный период, за что в народе это место получило название «Немецкий дворик». Также интересно, что планировка комплекса включает в себя парадный двор, который называется Курданер, и нечестно встречается в русской архитектуре. Внутреннее пространство разделено каменными арками, сохранились фонтаны, старинные вазы. Следующее место находится в нескольких минутах ходьбы от станции «Китай-город». Это евангелистический лютеранский собор святых Петра и Павла. До революции большинство прихожан собора были немцами. Сейчас в нем проходит богослужение, но знаменит собор своими концертами. Когда мы снимали это видео, музыканты репетировали Хин Дэвилда. В соборе находится один из самых старых органов России – орган Вильгельм Зауэр. История церкви святых Петра и Павла тесно связана с музыкой. В 1843 году органный концерт здесь давал сам Ференцлист. Стены собора украшают витражи, два из которых сохранились еще с дореволюционных времен. Они изображают апостолов Петра и Павла. На Малоникидской улице есть особняк, построенный Федором Шехтелем, обрусевшим немцем. Шехтель – один из самых известных русских архитекторов, которые строили в стиле Арнаву. Особняк Рябушинского как раз относится к этому стилю, о чем напоминают необычная винтовая лестница, витражи, мозаики, форма окон, растительные орнаменты. Сейчас в этом здании располагается квартира музея Максима Горького. Самым мрачным из мест в Москве, связанных с немцами, является Введенское кладбище. Раньше оно называлось немецким, потому что на нем хоронили в основном иноверцев. На территории сохранилась обстановка иноверческого кладбища, несмотря на то, что уже почти целое столетие здесь хоронят кого угодно. Практически нет восьмиколечных крестов. Большая часть памятников представляет собой распятия, скульптуры, портики с дверями в иной мир, часовни. На территории кладбища некоторые могилы выделяются среди прочих. Например, могила Джорджа Лайена, на которой была установлена картина Беклина «Остров мертвых». По-настоящему жуткое впечатление производит могила Эммы Миллер, на которой сказано Оглядывайтесь чаще по сторонам. Читайте про окружающие вас здания, потому что они могут привести порой в самые неожиданные места. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ